Между тем глава государства поручил правительству до 15 апреля рассмотреть вопрос о создании сети госаптек, в которых цены на медицинские препараты будут на порядок ниже. Изменения ждут и сотрудников Минздрава. Российских врачей обяжут быть вежливее с пациентами. Министерство здравоохранения создает этический кодекс. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале нашей программы. Людям с плохим зрением откажут в лицензии на приобретение оружия. Правительство страны расширило список заболеваний, которые воспрепятствуют его приобретению. Теперь людям с потерей зрения на 70% и выше, а также с психологическими расстройствами, сначала придется пройти медицинское освидетельствование. И если заболевание возможно возместить линзами и очками, лицензия будет выдана. А вот людям с шизофренией, умственной отсталостью и раздвоением личности разрешения на приобретение и ношение любого вида оружия не дадут. Между тем, по статистике, 5 миллионов жителей нашей страны имеют лицензию на оружие. Государственные депутаты продолжат гуманизацию Уголовного кодекса. Парламентарии предлагают внести поправки в статью содержания подозреваемых в СИЗО. Так, народные избранники предлагают засчитывать один день нахождения в изоляторе, как 1,3 суток в колонии строгого режима. По такой же формуле будет учитываться отбывание в СИЗО во время апелляции и этапирования до колонии. Таким образом, срок отсидки для заключенных может сократиться от нескольких месяцев до года. Депутаты намерены компенсировать нарушение прав и свобод в изоляторах. Министерству здравоохранения страны поручено создать этический кодекс медицинских работников. Соответствующие инициативы исходят от вице-премьера правительства России Ольги Голодец. Так, по мнению чиновников, в последнее время увеличилось количество жалоб на грубое отношение медицинских работников к пациентам. И большая часть обращений даже не на врачей, а на сотрудников регистратуры и административного персонала. В новом документе будет прописано как соблюдение так называемой клятвы Гиппократа, так и конфиденциальность информации о здоровье и личных данных пациента. Но ключевым в кодексе станут рекомендации по общению с гражданами, пришедшими или поступившими в любое медицинское учреждение страны. Продолжение следует...